Всем привет, дорогие друзья! Давайте в это непростое время для нас всех повысим друг друга настроение и посмеемся, ну хотя бы на чем-нибудь. Меня зовут Анастасия, это канал Puzzle English Life. Поехали! Итак, дорогие друзья, для вас сегодня я отобрала разные шуточки и мемы, посвященные коронавирусу, но мне кажется, что в любой даже очень тёмной ситуации нужно находить какие-то положительные стороны и уметь посмеяться, как бы это даже тяжело не было, поэтому поехали! И первая наша шутка звучит следующим образом. Не ходите в пабы, не встречайте со своими друзьями, не приходите в дом со своими инфекциями. Серьёзно, Борис Джонсон начинает звучать, как моя девушка. Да, ну как бы, понятное дело, да? Но что бы я здесь хотела обратить ваше внимание? Во-первых, на отрицательное повелительное наклонение. Когда мы говорим кому-то что-то не делать, мы просто ставим don't вначале и дальше просто глагол. Don't go, don't leave, don't walk и так далее. И ещё хочу обратить ваше внимание на глагол meet up with friends. Когда мы хотим сказать, что мы встречаемся со своими друзьями, в основном мы используем вот этот именно фразовый глагол meet up with someone, потому что meet someone может значить либо познакомиться с кем-то, например, I met her a couple of years ago, я познакомилась с ней пару лет назад. Либо может значить какая-то формальная встреча, когда вы встречаетесь с клиентами, ну и прочее. Вот поэтому meet up with, встречаться именно с друзьями в неформальной обстановке. Окей, едем дальше. Ну а здесь у нас перевод будет таким. Собак трудно тренировать. Посмотрите на людей, которые не могут сидеть и оставаться, собственно говоря, дома. Ну да, да, очень многие из нас ноют по этому поводу. Итак, смотрите, здесь я хочу обратить внимание на то, что... Смотрите, как у нас здесь задан вопрос. Dogs are hard to train. Да, у нас нет инверсии, характерной для всех вопросов, да, когда мы либо be ставим на первую позицию в вопросе, либо do, does добавляем, да. То есть смотрите, по классической грамматике этот вопрос должен звучать Are dogs hard to train? Да, но так как это, во-первых, неформальное общение, и как бы это философский вопрос. Собак трудно тренировать, да, то есть это вопрос, не требующий ответа. Поэтому можно его задавать без инверсии. Ну и вообще, в принципе, в разговорной речи вы можете задавать вопрос просто с помощью интонации, да, как в русском языке. Ты идёшь в кино? Да, интонация вверх. То же самое в английском языке. Итак, следующая наша шутка звучит следующим образом. Thoughts and prayers, ну это, то есть, если дословно переводить, то мысли и как бы молитвы, да, ну, наверное, в русском мы скажем больше соболезнования, да, мы выражаем соболезнования всем женатым мужчинам, которые тратили месяца, говоря своей жене, я сделаю это, когда мне будет время. Ну да, теперь времени полно, пора чинить, чинить и чинить всё, что просит жена. Вот здесь хочу, наверное, обратить внимание на последнее предложение. I'll do that when I got time. Да, это у нас предложение условное, да, хотя у нас здесь нету if, да, условные предложения иногда могут быть is when. Да, я сделаю это, когда у меня будет время, при каком условии, да, когда у меня появится время. Напоминаю вам, что в первой части, ну, неважно, просто в части без when и if, мы можем употреблять will или would, а вот в части с when и if мы will не употребляем, да, поэтому здесь просто у нас when I got time. Окей? Окей, едем дальше. Вот эта шутка, наверное, одна из моих самых любимых. I heard you are a pilot. Нет, да, я слышала, ты пилот. Нет, сейчас я занимаюсь производством туалетной бумаги. Ну да, видите, как девушка отреагировала на это. Вот здесь я хочу остановиться на слове на, да, это, по сути, замена no, да, то есть не а. Не, не а. На. На. Окей, следующая шутка, тоже прикольная. Здесь у нас сцена из фильма, снятого по роману Стивена Кинга «Сияние». Вот, если не смотрели, не читали книгу, обязательно вам прям суперсоветую посмотреть и фильм, посмотреть на молодого, прекрасного Джека Николсона, на его игру в этом фильме. Вот, но сразу предупреждаю, что фильм очень-очень темный, как и книга, соответственно. Ну, Кинг он такой. Вот, и, соответственно, шутка заключается в том, ну, не хочу вам портить, как бы, просмотр фильма, но тут надо немножко объяснить, что вот этот мужчина, Джек Николсон, да, его герой, он, ну, маньяк, по сути, да, и вот он едет со своей семьёй, да, куда-то, и, соответственно, шутка переводится, да, несколько недель изоляции с семьёй. Что могло пойти не так? Ну, да. What can go wrong? Да, go wrong. Пойти не так. Вот, запомните. Очень полезное выражение. Я скучаю по тем дням, когда я чихала, мне говорили, будь здоров, сейчас все говорят. Проваливает сюда. Запоминаем слова отсюда. Bless you, да, когда кто-то чихает, мы можем использовать это выражение. Дословно оно переводится как благослови тебя, да, ну, значит, будь здоров. Bless you. И get lost, конечно. Напроваливай, исчезни, уходи отсюда. И последняя шутка на сегодня. Before you complain about your current situation, just remember, someone is quarantined with your ex. До того, как вы пожалуетесь на текущую ситуацию, просто помните, что кто-то сидит на карантине с вашим бывшим. Или бывший, да, тут зависит. Тут хочу обратить внимание на слово quarantine. Да, сейчас мы его используем очень часто. Запоминайте, что в первом слоге у нас звук сначала идет куо, потом долгий о, куо, куо, quarantine. Вот, и из него, из этого слова можно делать следующее выражение, да, как в этой шутке, be quarantined with, да, сидеть с кем-то на карантине. Вот такие дела, мои дорогие. Я вам желаю здоровья, прежде всего, терпения. Не паникуйте, все будет хорошо, мы все-все переживем. И не такое переживали, но вы всегда оставайтесь в Puzzle English, мы всегда вам поднимем настроение. И до новых встреч! See you soon! Субтитры сделал DimaTorzok